спасибо большое и я представляю наше заключительное выступление митр дмитрий былинович и рассказ о курилке гутенберга в минске один раз я не один раз не организатор как я покапил в организации научно-популярного лектория поприветствую всем привет итак начну с небольшого дисклеймера он пожалуйста по нему вопросов не задавайте я никаких комментариев по ним может делать не буду можно будет посидеть после вот одну из моих коллег не опустили на слет просветителей если слет просветителей позиционирует себя как слет просветителей то я считаю что вне зависимости от личных расовых региозных убеждений должны приглашать всех посетителей у меня все поэтому итак один раз не популяризатор или как я покапил в организации научно-пулярного лектория я специально это проговорил то что забавно сучит вот итак начну по порядку я с миттер делаю крылку гутенберга в минске кстати да если крайне будете в минске проездом не проездом пишите ищите мы рады будем вас видеть рада будет будем предоставить площадку рада будем убить вас у нас на лекции вот курилка появилась в минске уже как но скоро будет два года как вот я стоял у самых истоков и начинал и самая первая курилка была довольно забавной потому что мы долго не могли найти площадку в итоге мы договорились с планетарием и мне сказали вот в планетарии короче ну директор планетария что мы предоставим вам лекционный зал что вы представляете себе когда он горит лекционный зал вот примерно такое да что то вот как вы думаете каким он оказался на самом деле как вы думаете и это это картинка просто для привлечения внимания как вы думаете как у какого ну какой форму он оказался на самом деле да он был круглый то есть я думал что лекционный зал это отдельный зал оказалось что это круглое помещение в котором по изображение проецировалось вот примерно вот туда на потолок и там такие вот ну я думаю сами представить сферические залы кто был планетарий кто не был хоть раз сходите вот это очень круто вот и для меня честно говоря это был шок потому что ну я как бы заранее не посетил это было самое первое мероприятие я не осознал этого и с этого следует мой первый совет заранее приходите на площадку неважно вы организуете мероприятие вы там выступаете вы что-то что-нибудь еще делаете связано с этой площадкой заранее прийти на площадку и смотрите не а опять же моя лекция будет таким сборником советов но это советы которые я в свое время не соблюдал поэтому у меня были проблемы вот то есть не принимайте это как абсолютную истину это просто то на чем я на что я напоролся и что хотелось бы вам рассказать еще один забавный случай следующая вторая курилка в минске и практически та же самая история мы приходим на площадку а там я извиняюсь круглый экран там к сожалению видно не видно да а презентация как можете догадаться не круглая в чем суть это был научный клуб и у них ой тьфу научный извиняюсь ночной клуб конечно же отговорка какая забавная и у них если вкратце ну я вам больше скажу там еще пилоны сзади стояли но сделаем вид что шесты пилоны были да 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 все было вот они там сзади стояли как бы никому не мешали да мы на танцполе выступали вообще зажигали как могли но самая большая проблема была в круглом экране потому что мы как бы особо ну у них был проектор мы заранее договаривались там приехали а потом увидели ну когда включили проектор вот это а комплекторы просто уже не успевали подготовиться то что мы опять же заранее сильно не успевали мы не знали проведем у них или нет а почему мы не знали пройдем у них нет будет на следующем слайде вот поэтому это был реальный шок и вот этот совет я думаю вот наглядно показывает о том что нужно делать и готовиться при том что да действительно можно было сделать круглые презентации электро ну как-то не круглые вернее конечно же а просто в круге размещать всю информацию пришлось показывать в окне кому видно кому не видно тут короче рабочего стола моего кусок тут короче просто белый белый кусок там в окне кое-как мы там жарит презентацию чтобы более-менее было похоже на правду вот но еще важный момент тут не только в том что ну как бы заранее проявить в том что в принципе не стоит ничего откладывать на последний момент в том числе это ну это опять же более чем такое риторическое классическое заявление о котором все знают вот и чтобы не относится на последний момент нужно составить план это логично да вот у меня его до сих пор не это логично мне кажется абсолютно вот ну план в каком виде а то есть как и как я с ним работаю как себе установлю лучше конечно его записать и выполнять как-то это что им духе там за один месяц вы должны найти лекторов за две недели вы должны там не знаю репетицию провести если вы их проводить конечно но почему стоит против птицы чуть и дальше будет за неделю сделать анонс ну там потому что была забавная история у нас как сказать рекорд или антирекорд это но мы как-то раз сделали анонс за двое суток если не ошибаюсь вот почему мы это сделали позже расскажу но не делайте так вот не делайте так это очень плохая практика порочная на самом деле думайте заранее опять же ну почему могут быть проблемы потому что да понял спасибо вот за неделю там написать фотографу за два дня делегировать полномочия там распределить кто будет на регистрации но если у вас там просто какое-то общее волонтерское сообщество нет конкретных распределенных ролей ну или хотя бы узнать уточнить не все всегда все могут особенно учитывая волонтерские организации хотя это не только к волонтерам применимо то что уплатить человеку зарплату не значит что он будет идеально ответственным идеально все выполнять конечно же вот ну мой план обычно выглядит конечно так такое к сожалению вот приоритеты это очень важный кейс потому что у нас как-то была история что мы хотели сделать стрим мы его анонсировали расслабили по всем площадкам но там образовать и т.д. и т.д. и т.д. а потом внезапно у нас все перестало работать и мы полчаса бегали носились все это пытались наладить а там уже нужно впритык начинать время же шло люди пришли вот поэтому нужно конечно за грамотно расставить приоритеты в первую очередь вы ответственны перед людьми которые к вам пришли вот потом уже идет ну в нашем случае допустим курилки это запись потом уже только в самом конце будет ставится онлайн части и вот это вот все вот запасной план это просто очень простой пример что банально я общался с одним лектором вот и все было хорошо ну сначала он хотел сказать про смерть а потом мне пишет что как известно душа весит 150 грамм подождите а можете ссылочку на публикацию пожалуйста ну или не знаю ну я был удивлен вот он сказал что цитата я читал это когда-то давно где-то вот прям вот примерно так и сообщил мне потом он сказал что гуманитарной науки вообще не науки последние 100 лет они не развивались и если вкратце гуманитарной науки сейчас это кланение мертвым извините пожалуйста комментарии вы кланетесь мертвым по мнению этого человека к сожалению вот поэтому ну банально просто такой человек убирается из программы изменяется там из трех лекторов на двух но нужно это иметь ввиду и лучше все иметь запасных лекторов которые могут что-то рассказать ну в случае если много людей откажется и что-то произойдет такое форс-мажорное вот стулья в чем проблема и в ночном клубе и где угодно самая большая проблема в минске было найти стулья вы не поверите серьезно то есть не найти там проектор не найти площадку реально очень много открытых площадок найти стулья было очень невероятным кейсом нас было идея была купить табуреток в икея за сколько они там стоят 35 евро не помню точно вот и просто там что штук этих табуреток но на самом деле тут сказать новая проблема их нужно чем-то возить поэтому вы не уходите от того что вам нужно каждый раз тратить какие-то определенные деньги и кучу времени на то чтобы там перевести завозить развозить вот такой забавность вопрос и со стулья очень забавная история связана потому что на третьей курилке приехал виталий егоров зеленый код вот и у нас был полнейший ажиотаж мы ожидать человек 70 пришло больше ста было все забито вы их же не видите но там сзади где-то там человек 30 еще стоит вот и нам конечно повезло мы придумали оригинальное решение короче в соседнем баре люди наши кто пришел на курилку купировали все места мы пустили стрим на телевизор вот и кто не влез все смотрели сидели в баре вот к слову о оригинальных решениях таких страшных задач вот следить за временем это важно и для лекторов и для организаторов серьезно как сам говорит это очень важно потому что было у нас такое не раз уже но один раз был очень забавно и довольно что просто но если очень интересно мы просто сидели но к сожалению люди это люди особенно если делать вечером мероприятия то всех разное время когда им нужно точно уехать чтобы подобраться домой на транспорте поэтому нужно учитывать только свои интересы но интересы всех и все-таки следить за регламентом опять же ну люди по разному буду ставать по разному интересоваться и нужно внимательно следить и предупредлежать векторов и саму себя тоже контролировать если вы выступаете вот ну и вот этот один из самых забавных случаев ну казалось бы могут прийти представители лженаук ну вам постоянно вот мне опять же писал человек который без подписок на публикации вообще без их либо ну ну что он не кланяется мертвым он сам себе ученый он так и сказал вот он рассказывал про душу которая весит 150 грамм но может быть случае еще интереснее у меня был вот ну мнимоника на мой субъективный взгляд это в принципе научная вещь но человек пришел при том он выслал презентацию заранее там было все нормально написано там послать на прощелка все нормально он какие-то комментарии написал хорошо но в итоге его лекция оказалась сплошь рекламной потому что он занимается мнемоникой как но мнемонический тренер и вся суть лекции сводилась потому что мнемоника это хорошо запоминание этого но зазубривание плохо все и все лекции так было по сути это была длинная рекламная лекция среди было ничего полезного и содержательного вообще работ по сути просто его самореклама поэтому нужна репетиция например то есть но вот не только лишь могут вам прийти там рассказывать как бы про плоскую землю но может быть еще очень интересные случаи когда люди хотят на счет попиариться вот ну с диригированием вообще самая большая проблема любом 5 спасибо это делегирование так и закончена делегирование просто или еще самый про нём любом мероприятия делегирования вот потому что даже если вы сами кажется что можете справиться лучше полномочия распределять вот но тем не менее как бы многие люди просто могут использовать это и ничего не делать просто как бы делать вид что они причастны к сожалению люди это любят вот ну и у нас был такой замечательный случай когда вот все лето декабрь лето ха-ха всю зиму декабрь январь февраль ничего не происходило то что у меня честно там была сессия очень тяжелая с боем я прорывался и сдавал а больше никто даже ну извиняюсь не читался это было довольно грустно потому что казалось бы ну не все клином сходится но просто никто не знал своих полномочий это было плохо распределено вот ну из предыдущего вытекает последний мой совет то что несмотря на то что нужно делегировать нужно тоже учиться делать самому например если вы организатор это очень хорошо то что вы можете сами нет несложно сделать афишу photoshop ну чуть там изменить предыдущую допустим вы можете сами сделать анонс там запустить собрать людей договориться с площадкой с лекторами ну репетицию провести все это может делать один человек смонтировать видео даже то есть я все это понемногу умею если что-то вдруг идет не так я могу где-то подхватить вот это довольно важно мне кажется не странно что у вас но опять же там есть где-то там фотограф есть запасной фото не знаю есть человек который отвечает там за репетицию есть человек к тому что мы идем репетировать и и пить если репетиция не состоялась предыдущего человека вот но тем не менее полезно реально иметь какие-то навыки то что если что пойдет не так то это ваше мероприятие и вам стоит все таки вместе делать ну и не забудьте про батарейки как бы великолепно закончим спасибо спасибо